МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, свежие новости от российской пропаганды. Тут все как обычно. На словах эти деятели уже давно победители в войне. Норкин и Трушкин, например, всю неделю, так сказать, делили шкуру в неубитого оленя. Мы не собираемся с людьми доходить до рёвок. Я думаю, что не собираемся. То нам это не надо. То вариант, при котором ошмёток Украины входит в НАТО, для НАТО является оптимальным. Потому что, объясню, мы можем... Для Андрея Николаевича нет... Это прямо противоречит тому, что говорит в том числе и Владимир Путин. А российская фиолетовая... На моем, НАТО и Украина для нас вещи неприемлемы. Украина в нынешних границах... А это будет уже не Украина. Украина в нынешних границах неприемлема. Я не случайно сказал ошмёток. Кадыров уже давно захватил всю Европу. Конечно же, только в своих мечтах. Я уверен, что 100% мы победим. Мы на Украине закончим. И дальше пойдём в ТОН. Те страны, где оскорбляли ТОН, оскорбляют священный корен ТОН, и они должны знать. Если там сегодня нет таких верующих людей, у нас здесь есть ТОН. Сегодня ТОН насмерть в Юзии. Из Чеченской республики ТОН около 10 тысяч воинов. И готовы у нас на замену их 15 тысяч. Ещё до добровольцев 30, 40, 50 тысяч. Но что по настоящим успехам на фронте? Один из экспертов на шоу с Кобеевой таки не удержался и выдал реальную картину. Это говорят, вот, минные поля, они не могут пройти минные поля. Тем не менее, они временский выступ уже срезали практически. В районе Работина они продвинулись. В районе Клещевки они продвинулись. Сегодня, к примеру, началось очередное наступление на Слидарском направлении. Немножко западнее. Посёлок Залезнянское. Также вчера мы вынуждены, наши подразделения были вынуждены оставить населённый пункт посёлок Урожайное. Казалось бы, никакой трагедии в этом нет, но тем не менее противник продвигается. И как не пытались пропагандисты скрасить неудачи своей армии? Даже взятие вот такого крошечного населённого пункта сейчас считается каким-то огромным успехом для всей Украины. Факт остаётся фактом. Хвастаться особо нечем. Вот и принялись за старую тактику изобретение народных героев и уничтожение врагов народа. Корчевников, например, пригласил давно всеми забытую звезду совка Людмилу Чурсину, которая тут же принялась выдавать разного рода ахинею. Конечно, все поверили в басню «Совок лучше Голливуда». Но это ещё не всё. 82-летняя, похоже, выжившая из ума старушка, которая еле дошла до дивана в студии, начала рассказывать, что поедет на фронт. Ну, просто куром на смех. И всё равно победа будет за нами. Но что касается врагов народа, главным на этой неделе оказался владелец Яндекса Аркадий Волош, который спустя полтора года наконец-то осудил войну. Когда Аркадий Волош нам рассказывает с 14-го года, он не живёт в России, вообще нет. Слушайте, Аркадий Юрьевич, ну вы трындеть, не мешки ворочать. Отчего он сейчас проснулся? Вот сидел человек полтора года на своих там сколько-то десятках, может быть, миллиардах. И всё у него было нормально. А тут вот барбарское вторжение и так далее, и так далее. На дно Воложа решили не останавливаться и за компанию. Топили владельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и банкира Олега Тинькова. Е*** мать! Ты бабки все заработал в какой стране? Родившийся в Казахстане израильский технический предприниматель. Это примерно как Фридман. Родившийся на Украине израильский предприниматель, проживающий в Лондоне. Ну твою же ж мать! Слышите вы, жирные коты! А вы свои бабки заработали на ком? Скобеева же взялась за проверенную тактику, отвлекающий манёвр. Какая разница, насколько плохо в России, когда в Европе ещё хуже? В то время как новости из Франции идут очень негативные. Вот даже такие мелочи, например, во Франции закрываются массово парикмахерские, а люди отказываются от того, чтобы ходить в них, потому что, во-первых, это дорого, и, во-вторых, очереди большие возникают. Или, наоборот, такие новости, как переполненность приютов для домашних животных. Оказывается, французы избавляются от своих домашних питомцев, потому что теперь это дорого содержать. Два евро стоит литр бензина теперь во Франции. Это тоже, как говорится, официальное заявление. По нынешнему курсу это вообще неподъёмные деньги. Вообще неподъёмные деньги, да. Проблемы с головой у Оленьки, видимо, прогрессируют. Ведь дальше она публично признала, что временно оккупированный Крым – это таки территория Украины. Очевидно, они не собираются бить по территории Российской Федерации, но это в самом деле самая настоящая Третья мировая ядерная война. Ну, то есть бить они, скорее всего, будут по Крыму, а судя по кадрам, которые мы всё чаще получаем, бить они будут по Крымскому мосту. Прогрессирует заболевание и у коллаборанта Ильи Кивы. На этой неделе он, видимо, забыл принять лекарства и сделался уж совсем буйным. Вот только малая часть его бреда в эфире пропагандистский шоу. Вот вам геноцид, устроенный Западом в 21 веке. Да, в действительности. Я просто хочу понять, чтобы украинцы поняли о том, какую судьбу им уже сегодня предраспределили, что в данном случае будущего у народа просто нет. Единственная сегодня возможность – это отдуматься и восстать. Восстать против этого террора, против этого геноцида, против этого уничтожения. С чем можно поздравить украинских националистов? Потому что из воинов они теперь превратились уже официально в ЛГБТ-сообщество. Львов, Ивано-Франковск, Чернополь – это всё то, что сегодня уже нанесено на карты новой Польши. Когда-то, мне кажется, Советский Союз сделал фундаментальную вещь, когда построил вот этот железный занавес и дал сформироваться здоровому, крепкому обществу людей. Пропагандисты уже настолько заврались, что часто придумывают абсолютно нереальные вещи и противоречат сами себе. Интересно, есть ли предел этим сказкам и доверию россиян? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!